Давай на кухню, давай на кухню. Там теплее будет, да? Да, комаров нету. Кому-то непривычно. Любовь Николаевна, не помешаем, он там на кухне? Понешайте. Помешаем? Конечно. Ну, как-то надо договориться с вами, что ли. А вы там сейчас сканечки возьмите. Сканечки из своей кельни возьмите, в которую пекарни, и поставьте. Куда тут сесть? Тут садиться практически некуда. Надо тут убрать. Вот это подвесить надо? Да, это можно убрать. Этот подвесить надо. На пекарню, пожалуйста. Идем там вместе сейчас. Я чуть-чуть вышел в капли не видел. Что-то Никита-то нету здесь. Жаждущая. Не ходите, пушите, блога жизни. На пекарню, на пекарню здесь. Да, да, на пекарню. Там на стол пока поставь, потом повесь. Это, Дмитрий, захвати там эту скамеечку. Сейчас заходи слева. Вот это вот. Полгода открыл, полглавы и все. И глаза уже отидолели, веки. Думаю, что есть это... Чья-то вражья сила действует, а? Вчера Володя нам читал слово. Можете закрыть. В написании никто не спал. Никто не спал. По-разному бывает. Вот кто пожилой, садитесь. На стул, на скамеечку можно сесть. И там тоже сесть. И стол осознать. Подожди, я только приду. И что мы вчера читали? Вам на Витпе завет. Вот сюда, садитесь. Да, туда вот проходите. Сераха почитать, да? Володя, у тебя закладка есть здесь? Да, да, да. Там 42-я глава, что ли? Посмотри там. Нет, там закладки нету. Просто открой 42-ю главу. Сераха я в школе часто привожу такой стих. Серах 22-2. Знаете этот стих, нет? Три двойки. Три двойки. Ну, брат, покажи, что за стих. Ленивый подобен воловьему помёту, из всяких поднявшую отрыхнет руку. Одна ученица говорит, ой, как грубо. Вот так Бог говорит. Это не я, я просто проводник. Сейчас знал. Еще можно дальше. Когда говорю, три двойки получите, вот дойте тогда вот подобный воловьему помёту. Не случайно. Серах 22-2. Три двойки. Так, Серах какая глава была? 42-ю, наверное. Мы там читали об этом. О стыдись. О стыде. 41-я, что ли? О стыде. Вот следующую. Там стульчик есть? Кто-нибудь не подпускает? Пусть он. Спасибо. На один. Садитесь. Хлеб не куда положить. Это, Никит, вынесите, пожалуйста. Вы его полностью почитали, да? Никит, вынесите. Посуду временную вынесите. 43-я глава. Господи благослови. Величие высоты, твердь чистоты, вид неба в славном явлении. Солнце, когда оно является, возвещает о них... Один ученый, сейчас опять забыл его, может быть, вы скажете. Он читал Библию и где-то говорится о Библии, о морях. Он много мест. Он изучает все моря, какие Господь зарывал на земле. Океаны там, все. О реках говорится, он весь изучает. О растениях. Вот у тебя бонтаников, пожалуйста. Деревья, травы, насекомые. В Библии об этом говорится везде. Он изучает. То есть, такой огромный у него кругозор был. Вот раньше у евреев была одна дисциплина, богословие. И детей этому учили. Вот еврейские дети, когда Господь их благословлял, они были рядом и там, конечно, кто-то может шумел, так что-то доставляли беспокойство, но Господь как? Он благословил их и говорит, будьте как дети. Ну а в чем как дети быть? Надо тоже это подкорректировать. Какие дети? Когда Достоевский писал в 19 веке, 10-летний уже развратный и повторяет эту фразу. Поэтому надо понять, какие дети были тогда. Изучали богословие, богобоязненные были. Мы видим даже из евангельского примера, Господь еще в таком возрасте был, когда ходили, 12 лет ему было. То есть, насколько это все было у них так поставлено в воспитании детей. Кто не смотрел фильм «Иеремия», советую посмотреть, когда маленький Иеремия идет и отец его наставляет. Ну вот, сынок, это храм величественный, нам Господь даровал это все построить. И как это все было. Поэтому мы даже вот, не читая Библию, можем читать каждый день книгу природы. «Астрономию», там страничку откроем, другую страничку, «Биология», третью, «География» и все, «Книга природы». Она всегда возвещает о чудных дивных делах Божьих. «В полдень свой оно иссушает землю, это солнце, и пред жаром его кто устоит?» «Распаляют горн для работ плавильных, но втрое сильнее солнце палит горы, дыша пламенем огня и блистая лучами, оно ослепляет глаза». На солнце кто может смотреть? Животные, как вроде бы орлы там, да, могут смотреть. Но это Господь им даровал такое. А вот люди, которые, бывает, дети балуются, мы так в детстве играли. Ну кто дольше? Это очень вредно, сетчатку-то повредишь и можешь ослепнуть. Ну мы глупые ничего не понимали, настолько жарко. В южных странах такой жар, как в Греции, например. Мы были там в июне 2014 году. И нам Диму Плотников, который здесь жил раньше, вот его жена приехала, Мария Кумичидев. Здесь она сейчас гостит. В июле, говорит, с часу до пяти закрываются магазины. Такая жара палящая. Пекло. Но мы приехали, еще этого пекла не было. Вот в городе были в четверг, пятница, 36 тени. То есть солнце, насколько оно влияет на нашу жизнь. Там Чижевский устанавливал, что 11-летний цикл и прочее влияние. Это солнечный ветер. То есть мы читаем Священное Писание и можем более шире раскрывать это влияние Солнца, влияние звезд и так далее. И то Солнце является еще карликом. Даже есть звезды настолько большие, что если их в Солнечную систему поместить, мы можем поместиться туда, наша земная орбита в этой звезде. Настолько огромные. Дивные дела твои мы только можем воскликнуть. Дивные и страшные дела Господни. Велик Господь, который сотворил его, и по слову его оно поспешно пробегает путь свой. И Луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. От Луны указание праздника. Свет ее умаляется по достижении ею полноты. Месяц называется по имени ее. Она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев. Она сияет на тверде небесной. Про Луну открываются все новые и новые факты. Настолько удивительный объект рядом с нами. Самый ближайший спутник-то. Небесное тело. И говорят о том, что она как искусственная какая-то. Вот эта система Земля-Луна сотворена Богом так, чтобы здесь была жизнь. Чтобы именно, если конкретно Земли говорить, такая-то атмосфера, 21% кислорода на таком расстоянии от Земли, чтобы вращение это все с ювелирной, можно сказать, точностью Господь все творил. Это нам. Такая, как можно сказать, небесная проповедь о творениях в дивных делах Божиих. И Давид об этом много говорит. Небеса проповедуют славу Божию. И о делах руки увещает тверь. День дню передает речь. И ночь в ночь открывает знания. Какой Псалом? 18-й. 18-й. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. По слову святого, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасно она в сиянии своем. У нас самый маленький ученик Степа Устинов. И по окружающему миру он один. Учил уже порядок цветов. Все знают порядок цветов на радуге. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И за главную букву берите. Каждый. Красный цвет и так далее. Красный это, по современным представлениям науки, длина волны больше. И дальше они на уменьшение идут. Вот мы это воспринимаем. Цветов-то таких-то нету. Просто нам Господь так это все. Восприятие нашего мира почему такое? Там есть фильм интересный документальный. Тоже он философского плана. Что глаза у нас как прибор. Мы свет воспринимаем. Но видим мы мозгом. Он информацию нам создает. Который сотворил Господь. Вот это пространство, время воспринимается. Все это субъективно для нас. Мир не такой, он гораздо многогранен. Но это все временный мир. Мы это читаем в Священном Писании. А невидимое вечно, апостол Павел говорит. А видимое временно. И небо вдруг как свернется, как свиток. И земля, и все дела на ней, апостол Петр говорит, сгорят. И стихии разрушатся. Вот. Ну, кто что добавит по прочитанному. Кому Господь что на сердце положил сказать. Вот мы с вами сегодня говорили об астрономии. Вот прям сорок третью. Я и не знал, что здесь астрономия. Брат говорит, ну вчера сорок второе, а сегодня сорок третье. Как-то так вот Господь делает, совпало все. Господь славит все свое сотворенное и приводит людей. Погромче можно, да? Да, я хотел сказать, что Господь славит свое творение, которое Он создал. И таким образом приводит людей, которые познают, может быть, не сердцем, а разумом к себе. Вот творениями своими. Какая святая там пришла к вере? На башне сидела Варвара? Великомученица. Когда... Ну, отец ее оградить хотел, она, как говорится, по звездам нашла путь к Богу. Это была... Природа. Да. Сейчас у тебя вспомню, скажу пока не забыл. Великая французская революция. А там Великого что было? Головы резали, убивали другого. Великая. И вот эта революция произошла, и Кабинский террор там, и культ разума как раз, вот о разуме говорил, но только в сторону от Бога это все. Культ разума, что он заключался? В храмах ставили статую этих, ну как, великих таких людей, по их понятиям великих. Они атеисты были, как правило, или философы какого-то там порядка, что христианского там мало всего было. И вот однажды говорили, что на площади там, в Париже, мы сделаем так, что вы забудете дорогу к Богу, а Боге вообще ничего не будете знать. Ну а там дедушка стоял, позвольте, а вы что, небо от нас закроете, звезды там, все что на небе? Ну как мы это можем сделать? Нет. Так а по ней мы найдем дорогу к Богу-то? В этом вот народная мудрость, она с библейской-то как раз и соединяется. Народная мудрость, как правило, это взятое из Библии. Просто оно может перефразировано, там не позволяйте ему, здесь хлеб, здесь хлеб не надо, его скиньте. Где хлеб, это вы не делаете. Лед свой ласковый, но тут в данном случае не надо его. Так. В величественным кругом своим она обнимает небо, это радуга. Руки Всевышнего распростерли ее. Откуда она, радуга, появилась? Почему она возникла? Какое событие было, что она появилась? Потоп. Это милость Божья, что не будет потопа. Знамение от Бога. Знамение от Бога, да. Там объясняют, что да, это вот преломление лучей, так все. Но это по нашим представлениям, мы люди ограничены. Мы только видим узкую часть спектра, видимый свет. А есть очень большая часть, что невидимо. Но это я уже много читал об элементарных частицах, тоже любителей было этого. Вот. И об исследовании окружающего мира. Очень серьезно ученые занимались, ну так называемые там параллельные миры. Ну это так уже называют. Какие-то есть такие, что, ну можно сказать, демоническая сила, это параллельно. Они здесь, мы это знаем, князь господствующий в воздухе, да? Если согласовывать с Библией. И вот итальянские ученые изучали поведение животных, собак, кошек и странно довольно не себя ведут в каких-то таких необъяснимых ситуациях. И поняли, что вокруг нас еще какие-то существа. Ну какие? Потому что ученые, их сатана уводит в сторону. Что они считают там какие-то братья по разуму или еще что-то. А это демоническая сила, князь господствующий в воздухе. Вот, ну к слову сказать так, что есть хорошие лекции. Олег Стеняев, можете в интернете набрать, о мытарствах. Очень хорошие. И он говорит, что напрямую нет священного писания о мытарствах, но прикровенно говорится. Хотя он берет место вот это послание официанам 2 глава, что князь господствующий в воздухе, сатана. Он говорит, что это о мытарствах. Вот так применяет. И там он разбирает на основе православного учения 20 мытарств. Это житие Василия Нового. Если будет возможность, можете, сейчас я не помню дату. И мытарства Феодоры. И 20 мытарств. Ну, на основе этого. Это и блудача, и его угодья, и с житом, и так далее. Вот, страшные вот эти вот таможни. Угнатья Тихоновича из стихотворения как раз «Не спешите меня хоронить». Там музыку я положил тоже на эти стихи. Он там говорит о мытарствах. Какие страшные там когти у них будут, страшные рожи. Именно это демонические силы. Поэтому что-то здесь есть такое. Господь и его милость. Он от нас это скрывает. И когда Матавилов так легкомысленно сказал Серафиму Саровскому. Вот писатель был такой, при Серафиме Саровскому жил. Вот бы увидеть-то их. Да что, он говорит, ваше боголюбие. Они такие страшные. Даже самые маленькие, да, мерзкие. Может коготком перевернуть, мизинчиком весь земной шар. Вот так вот он образно сказал. Насколько они сильные. И Господь нас хранит постоянно. И даже атеисты их сохраняются. Сохраняются. Потому что если божья сила была убрана, то во мгновение ока они бы набросились на нас. Они желают, чтобы души сошли в ад. Виктор Николаевич, можно я сказать? Да. Вот я заметила, когда начинаешь разговаривать с человеком, вот на работе, о Боге. И когда начинаешь говорить о крещении, обязательно, вот разговариваешь, такая ситуация доброжелательная, человек вроде слушает все. Начинаешь говорить о крещении, вот когда об истинном крещении, обязательно начинает кто-то мешать. Вот сидишь, никто не мешает. А тут вот сам лукавый, чтобы помешать, чтобы человеку не рассказать. Вот много прям таких ситуаций. То есть присутствие лукавого нам не безызвестные умыслы, говорит апостол Павел. Поэтому мы верующие это очень хорошо наблюдали. И потом как раз об этом я прочитала у Игнатия Ивановича в книгах. Что вот именно когда человек начинает и будет мешать. Дома мы когда занимаемся, вроде ничего, воскресенье, все. Как только начинаем читать Библию, вот собрались, какой-нибудь сосед там стенку долбит. Че он долбит? Гвозди забил. Хотя за этого не долбило. Да. Разошлись все, никто ничего не долбит, тишина. А это обязательно надо кому-то там сверлить в этот момент. Вот Мишаев. Да. Ну вот на Благовестие в воскресенье вот сестра вот помнит. Магазин Мария Ира. Ну Сергей предупредил нас на площади Спартака в Барнауле, что оттуда будут выгорять. Ну вы, говорит, молчите, ничего не говорите и выходите. Ну там удобно, поток туда идет, из магазина и в магазин. И тут я Библию взял и говорю, что Евангелие единственный ответ. Ну я много там говорил, что брали книгу жизни даром. Потому что это сокровище, которое Господь даровал выше всех сокровищ на земле. Причем крупным шрифтом, особенно для пожилых. Ну редко-редко кто берет. И потом подходят-то, а вы выйдете из магазина. Ну я молча ухожу. Уже не в магазине я около. Но лукавому надо дальше все вести работу. Потом, а подальше от тебя? Я говорю, да, вы же попросили из магазина. Здесь мы тут никому не мешаем. И он снова опять. А хозяин сказал подальше. Что-то уже хозяин. А какой хозяин, я думаю? Может быть черт рогатый? Хозяин. Это уже неприятно им. Что, никого мы не трогаем? Мы к Майдану не призываем. Ну сатана прям рога вылазит. Ну и туда дальше. А тут уже пьяные стали подходить. Уже там тоже начинают мешать. То есть нам не безызвестны умысли. Это будет. Потому что, друзья, Писание что говорит? Что все желающие жить во Христе будут гонимы. Благочестивы во Христе будут гонимы. Все. Как бы ты там, ну хочу мирно жить, ну все, чтоб нормально. Но ты уверовал, все, уже разделение будет. И вот начинает, ну это я что, из своего опыта. А, ты постишься, у тебя руки холодные. Вот ты постишься, все, запостился уже. Еще я запостился вдруг. Когда мои одноклассники уже некоторые в вечность отошли. Уже мои одноклассники. И такие, что, ну, тучности такие огромные. Еще запостился. Нормально все, слава Богу. То есть всякие-всякие найдутся причины. Что только молиться, больше ничего не делать. Никуда не ходишь, все уже. Никуда не ходишь, только молиться, ничего не делать. Вот такие вот. Или, как один мне говорил, что. Я ему о вечной жизни там, о Царстве Божьем. Я, говорит, не хочу в виде сгустков материи летать где-то там. Ну ты плотским разумом, ты что представляешь. Ну, конечно, это глупости. Скиньте его, скиньте. Не надо. Там хлеб. А он лазит везде. Не надо его. Так, 14 стих. По велениям его скоро сыплется снег. И быстро сверкает молнии суда его. Откуда снег? По веления Господне. Тонны снега сыпли. Я сегодня вам дорога рассказывал. Зима у нас была многоснежная. Уровень воды какой высокий. Господь даровал. А была зима, что по осени мало дождей было. И снегу мало. В общем, уровень настойка пал. У меня пустой колодец был. Одна такая зима за 13 лет. Я ходил в Кустиново за водой. Ну вот так. Слава Богу за все. Есть вода. Слава Богу, нет воды. Слава Богу. Ну, живы-здоровы. Голодный никто не лег спать. И от холода никто не умер. Вот. Как вы тут живете? Дорог нету. Ну, слава Богу, живем. Бывает он, Лыковых возьмите. Вообще никого не было 36 лет. Нашли где-то, с вертолета увидели. Там, давай с ними говорить. Да они вообще, они не знают ничего. Только догадывались, звездочки летят. Это человек Карп Осипович говорит. Ну и он, Песков-то, он уже умер-то, писатель. Он говорил, с Карп Осиповичем-то разговаривал. Карп Осипович говорит так, говорит о этих... Никоньянах, что как будто Никон вот за стенкой у него живет. То есть, проклятие Никона, проклятие. Вот. Это Петр Икшалса с немцами. Еще Петра вспоминает. Уже прошли века, и все Петр Икшалса. Вот. Ну, они себя там сохранили, конечно, вот в этом местном кругу. Но, когда вот люди-то стали с ними знакомиться. Всякие эпидемии, гриппы, и начали они умирать. И одна вот Агафья еще до сих пор, 70 с лишним лет, жива. Это люди, что претерпевали, ушли от советской власти. Я читал, так они называются, староверы. Как они гонимы были. Специальные экспедиции в советское время. Ну, вот 20-е, 30-е годы. Они же уходили, староверы далеко, в тайгу. Дальний Восток, там и за границей успевали. И специальные экспедиции ОГПУ были. Лыжники там подготовлены, там непроходимые в то время. Где-то, может быть, на поезде дают, а дальше там идут в тайгу. Чтобы вот этих вот всех староверов, как врагов народа, схватить, судить. Потому что они не вписываются в советское время, власть. Они инакомыслящие. И как только их там не громили, гонимы вечно были. По велению его скоро сыплется снег и быстро сверкает, мол, не сюда его. Отверзается сокровищница, и вылетают из них облака, как птицы. Могуществом своим он укрепляет облака, и разбивается камни града. От взора его потрясаются горы, и по изволению его веет южный ветер. Мы когда к горам Кавказа подъезжали, вот равнина, равнина. Ну, она маленько там холмистая называется. Кто на Кавказе был? И гора вдруг, вот ничего нет, вот ровно место, и вздымается. Я думаю, какие силы действовали, это дивные дела божие. Ну, кто ее так поднял, вот так горбом? Почему она вдруг туда стала вздыматься? Ну, вот к Алтайским горам тоже они чем-то на Кавказ похожи, но они пониже. Мы около были Казбека, ну, я не знаю сколько километров, но видели его Казбек. Пять тысяч тридцать три метра. Он по высоте, после Эльбурса, Дехтау, кажется, третий, если не ошибаюсь, Казбек. И там высота была уже где-то полторы или две, два километра. И мы в июле там стояли мерзки, плюс десять было. Утром встали. А мы с Николаем-то еще подольше, как шоферы-то спали. Игнат Тихович уже все, он уже не спит. Ну, чего вы спите, пойдем скорее снимать, фотографировать там все. Как-то селение Казбеки называлось, это север Грузии. Вот, большой этот ребят Кавказский переехали и в Грузию. А там уже Малый Кавказ идет. И вот это все я наблюдал, потом, конечно, интересно ребятишкам было рассказывать, как это, да, вот как это горы возникали, какие процессы, удивительно. Ну, конечно же, шапка там на Казбеке зимняя, ну, снежная, даже и летом, потому что там не тает. Она маленько подтаивает, конечно, но все равно сохраняется. Могуществом своем он укрепляет облака и разбивается камни града. От взора его потрясаются горы, и по изволению его веет южный ветер. Голос грома его приводит в трепет землю, и северная буря, и вихрь. Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым, и не с падения его, как опускающийся саранча. Саранча что такое, мы с вами знаем только по документальным фильмам. Миллиарды этой саранчи налетает, солнце затмевается в южных странах, и все, ничего на полях не остается, буквально секунды, минуты, и все, ничего нет. Почикало и полетело, и что ты с ней сделаешь? Как вот кара Господня. Ну, мы знаем, казни египетские были. Вот так. И так вот со снегом тоже сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым. Красоте белизны его удивляется глаз, и с падения его изумляется сердце. И как соль рассыпает он под землей иней, который, замерзая, делается остроконечным. Подует северный холодный ветер, из воды делается лед, он растилается на всяком вместилище вод, и вода облекается как бы в латы. Поедает горы и пожигает пустыню, и как огонь опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман, появляющаяся роса прохлаждает от зноя. Туман настолько, это не капельки даже, это мельчайшие образования воды, там микрометры какие-то. Я читал, что стакан воды рассеивается на площади то ли 30 км квадратных, что-то такое. Настолько это Господь мелко рассеивает туман. Мы однажды, есть такое выражение в Библии, осязаемая тьма, осязаемый туман. Ехали по Новосибирской области на Благовестие в 12-м году. Ну и такая низина была, и там в этой низине туман. Это утром рано было. Переночевали мы и поехали, мы стремились быстрее, чтобы в библиотеке поспеть, к открытию. И въезжаешь туда, и в бобах там буквально несколько, 3-4 метра. Встречал такой дальнобойщик туман? Ну это метров, может быть, я не знаю, 200-300, и поднимаешься, и все, и из него внырешь. Вот прям осязаемый туман такой. Удивительно, конечно. Я еще так удивился, я раньше таким не видел. Обычно такой вот, он здесь тоже бывает. Слабенький, развяженный. Здесь я тоже видела, утром рано встаешь. А это прям такой густой. И такое ощущение, что вдали как озеро белое. Думаю, нечуть и откуда оно взялось, особенно когда первое время. 25 стих. По велениям своим Господь укращает бездну и насаждает на ней острова. Плавающий по морю рассказывает об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Ибо там необычайные чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. До сих пор разных существ открывают тоже. Прочитал я. Может года два или три назад. Новые виды червей открыли в Австралии на глубине два километра. Они морские черви, конечно, не как дождевые. Там большие могут быть. И всяких чудовищ. Вот левиафан до сих пор непонятно, что это такое. Но под левиафаном это дьявол сам или какое-то большое огромное чудовище морское. И все это Господь сотворил. То есть даже морская бездна не столько изведана, как космос. Потому что космос мы телескопом можем посмотреть, туда летали сколько. А морскую бездну, Марианскую впадину там единицы. Вот недавно этот, ну как недавно, несколько лет назад, года два, пускался этот режиссер, который Титаник снял на глубину 11 тысяч 22 метров. Там такое огромное давление, что как там еще существа живут. И там освещали, и существа есть. То есть это удивительно. Такое давление у них внутри, чтобы их не раздавило. А там давление мы считали на уроке-то в Паскалях там, ну там миллионы. То есть на один квадратный сантиметр там тонны получается, что-то такое. «Через Него все успешно достигает своего назначения. Все держится Словом Его». Вот как все держится Словом Его. Потому что Господь называется Зиждитель, Промыслитель. Мы здесь стоим, но мы что на месте стоим? Земля вращается, да еще вокруг Своеси, да еще и вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг центра галактики. Галактика куда-то стремится, мы сверхсложное движение делаем. Это даже, ну может какой-нибудь компьютер изобразит, как это мы летим, а мы не чувствуем. А если Земля остановится, то по инерции все и вся жизнь прекратится. Все как полетит. Мы летим, ну в средних широтах сколько там, 200 метров в секунду, да? Или побольше. Земля сама именно вращается. На экваторе там быстрее. А у нас здесь средние широты. Вот. Поэтому. Действительно слова, помните Псалом восемьдесят девятый. И мы летим. Мы летим. Эти слова. Вот когда вздумаешься, что... А еще сама Земля вокруг Солнца 30 км в секунду. Да ни одна ракета так не летает. А если лететь надо, там больше 11 км надо. Вот вторая космическая скорость. А почему наклоненная? Я услышал такое, что вода же кругом. Воды столько много, что после потока как бы Господь наклонил, чтобы центробежная сила отодвигала воду по лесам. Может такое быть? Ну вот предположение только. Написано в Псалме, что лето и зиму ты учредил. Вот и Господь учредил этот наклон. А не было бы этого наклона ни лета, ни зимы бы не было. Ну, смотри, вода в Арктике. Там километры же. В Арктике? Ну, Северный Ледовитый океан он не самый глубокий. В Антарктике то есть. А, в Антарктике? Ну там, да, Антарктида. Тоже я читал Песково там про Антарктиду. Как оно там оказалось, эта вода? Ты же сам говоришь, скорость вращения большая. Да. А наклон? Ну, естественно, после потопа все изменилось и по-другому стало. Мы читаем в Священном Писании, что пар орошал землю. То есть столько было различных животных, растений. Считается, что сейчас осталось примерно 1% того, что было. Потому что уголь это вот деревья потопленные. А нефть? Вот, нефть это микроорганизмы и животные и люди. Тоже все это разложение произошло. Да. Ну это все, видите, как много предполагается. Есть один лектор Хоун, по-моему. Кен Хоун. Да. Слушал его, да? Интересные лекции. Ну это кто вот научными такими знаниями занимается, для тех интересно. Ну это опять же тоже его, он согласует с Библией, старается согласовать. Но никто же не знает почему в Антарктике столько людей. Там, кстати, находят отпечатки растений, животных. То есть раньше тоже тепло было все. А вот у тебя книга-то была «Священник Тимофей» тоже интересно описывается. Да. Православие или… Что там? Православное естество… А, мировоззрение. Это Володя привозил. Эволюционизм. Эволюционизм. Есть естественное знание, как-то там еще… Да. Есть естественное знание. У него там много… Он сам ученый бывший, но он пришел именно к Господу. И вот он многие научные данные… Там может не все понятно, но я вот прочитал и кое-что понял, кое-что нет сразу. Но интересные данные. Даже такие факты, которые целенаправильно умалчивают от нас, от всеобщее человечество, что космос относительно молодой, Земля молодая, Луна молодая, не больше десяти тысяч лет. Вот. Если бы они были такими миллиарды лет, реки бы вообще… Они же текут. Вот мы на Абии были, там видели. Попы течет, да. И они бы размыли такие большие поймы, что ли, как назвать. То есть, они относительно молодые все. И эти данные скрывают. На Луну, когда собирались американцы садиться, делали большие подошвы спускаемого аппарата, ожидали, что за миллиарды лет… Ну, считают, что Луна, Земля 5-4,5 миллиарда лет. Они любят оперировать этим миллиардами. Вот. Пыль набралась 13 метров толщины. Ну, когда сели, там, сантиметр-два, и они ходили по поверхности, прыгали. Ну, там, я представляю, можно прыгать. Притяжение, это слабое. Я бы тоже там попрыгал. Ну, еще спорный вопрос, были ли там, другая тема уже. Там еще расстояние Луны от Земли, то есть, она постоянно отдаляется. Да. То есть, она не может существовать больше десяти тысяч лет. То есть, она отдаляется, она должна была вообще соприкасаться с Землей. Да, если бы миллиарды лет было это все, тогда как бы эта вся система существовала? А как бы жизнь зародилась? Тогда все это туманом покрыто. Ну, ясно, что нам туманят мозги. Это многие данные, я вот прочитал эти книги о креационизме. Кто не знает, это теория сотворения мира Богом. Ну, так называется, это уже философы назвали. Для нас какой креационизм? Так понятно, да, мы верим в люди священного писания, что Господь все сотворил, не на никакого этих терминах. Это для философов. Так, все держится словом его, вот как все держится. Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его, и конец слов. Он есть все. Где возьмем силу, чтобы прославить его? Ибо он превыше всех дел своих. Страшен Господь и весьма велик, и дивно могущество его. Прославляя Господа, превозносите его, сколько можете, но и затем он будет превосходнее. И величая его, прибавьте силы, но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто видел его и объяснит? И кто прославит его, как он есть? Много сокрыто, что гораздо больше сего. Ибо мы видим, малую часть дел его. Все сотворил Господь, и благочестиво даровал мудрость. Видите, малую часть дел его. Мы видим, апостол Павел говорит, тускло, гадательно только. Что там в мире элементарных частиц творится? Так тоже там такие чудеса бывают. Что такое электрон? То ли волна, то ли частица, и то и другое. Называется корпускулярно-волновой дуализм. А приняли и за то, и за другое. И он ведет себя как будто разумный. Ну вот о чем говорит? Что Господь всем управляет. Для меня как-то это не было такой новостью, что ли. Как элементарная частица, как разумно ведет. Потому что Господь всем управляет. Если бы его электрон был другим, жизни бы уже не было. Мы бы с вами не были такого состава. Там столько вещей открывается, миллиэлементарных частиц. По-простому, вот если здесь сколько половинок лежит? Там 30, я к примеру говорю. Я возьму, сейчас будет 29. Миллиэлементарных частиц не так. Там кварки есть. Я заберу оттуда кварк, а там не убавится. Как так быть может? Не знают. И там вводят всякие понятия ученые. И вот ученые, конечно, если они по совести изучают это, они приходят к Богу. К Богу. То есть никак не объяснимо. А если так крутят, вертят совестью своей, то, конечно, они в заблуждение впадают. Ну вот, 43 глава. Все, закончили. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Давайте будем отдыхать. Ну, в час, кто желает, можете встать. Сейчас 22 минуты 11. А вообще мы встаем 4.40. Поэтому, смотрите, как красиво. Свою. А детей-то будем воспитать или поднимать. А потом подольше днем поспать. Ну, все. Так, Любовь Николаевна, что, будем убирать? Нету. А, телескоп задумываю. Я сейчас уберу. Да, я сейчас уберу. Чтобы своих попали. Вокруг лагеря, Никита, обойдешь? Телефон сейчас заведу. Я обойду. Вдвоем. Так, Любовь Николаевна, я тогда пошла спать. Увидимся. Увидимся.